Знаете, вообще я просто обожаю утро, невероятно люблю все эти ритуалы, посмотреть в окошко, улыбнуться, выпить стакан воды, поблагодарить мир за этот прекрасный наступивший день, но также я и ненавижу ранние подъемы по будильнику, растрепанные волосы по утрам и вообще всю эту самотоху, когда тебе выходить через 5 минут, а ты не покушал, не выпил чай, и вообще хочешь занырнуть опять в кровать, а не вот это вот все. Так что в этом видео я хочу дать вам советы, которые сделают ваши подъемы легче, само утро продуктивнее и вас еще более привлекательнее. В общем, будет полезно, так что приятного просмотра. Постарайтесь вечером отойти ко сну в нормальное время, я не говорю вам спите 10, часов 8, все, конечно, индивидуально. И по своему опыту могу сказать, что если мне нужно сделать какой-то проект, домашнее задание или все-таки закончить монтаж видео, например, я не лягу спать, пока не выполню все запланированное. Но если вы, ребят, такие шатурдоколики, как я, то давайте с вами как-то постараемся более рационально планировать наше время, потому что очевидно, что если следите за выполнение кофт-дозадания в 11, то ты не ляжешь в нормальное время спать. Лучше все-таки думать об этом пораньше. А если вы просто берете телефон буквально на пару минут расслабиться перед сном, заходите в тикток какой-то, и через определенное время понимаете, что провели там уже часов 5, и вам вставать через 3 часа, то это вообще не дело, ребят. Постарайтесь от этой привычки избавиться, если хотите проснуться бодрыми и полными сил, конечно. Также, кстати, бодрее утром вас делает свежий воздух перед сном. Обязательно проветривайте свою комнату несколько минут, либо, если вам нравится, открывайте окно на проветривании на всю ночь. Главное, укрывайтесь потеплее, чтобы не проснуться утром с насморком и кашлем. Эти симптомы точно не дадут вам возможность чувствовать себя бодрее. Вообще, когда вы засыпаете, настройте себя на то, во сколько вам нужно просыпаться. Я вообще перед сном очень люблю как-то поговорить с собой мысленно, сделать выводы с прошедшего дня. Мне кажется, я не одна такая, и практически все так делают. Но также я всегда уделяю пару минут этого времени, чтобы как-то попланировать свой следующий день. Понять, какие у меня дела должны быть с утра, и как много мне нужно всего сделать. Это помогает на следующий день проснуться с осознанием, чем предстоит заниматься, и, очевидно, это уменьшит уровень стресса утром. И вообще, ребят, планируете, что именно вы хотите сделать за утро? То ли это просто встать, умыться, позавтракать, одеться? Или вы еще и хотите помедитировать, прочитать несколько страниц книжки и все в этом таком продуктивном роде? Потому что я, например, сейчас не просыпаюсь за три часа до выхода, как это было прошлой осенью. Потому что тогда у меня было реально просто катастрофически мало времени, я ничего не успевала. И большинство таких реально важных дел я решалась выполнять именно утром, просыпалась в 5, в 5.30. Сейчас я так не делаю, пытаюсь как-то более рационально распределять все эти дела на протяжении всего дня. Это я советую вам, потому что я помню, что прошлую осенью я и английский делала утром, и медитировала, и тренировку делала, и читала. В общем, было очень много разных занятий. Хотя так же бывало, помню, что я просыпалась по будильнику, и с таким, конечно же, удовольствием начинала читать книгу просто как, ну, никогда. Так что тут, правда, вы сами для себя должны понять, когда вы наиболее продуктивны. И если вам утром не заходят все вот эти вот утренние страницы, утренние аффирмации, визуализации, и вообще такая прям сверхпродуктивность утром, то это абсолютно нормально. Вы просто такой человек, главное, чтобы утро проходило комфортно для вас. Ну, и так же, конечно, важно и высыпаться, потому что прошлой осенью я вообще не оценила свой сон, и сейчас я понимаю, что высыпаться это тоже безумно важно. Так же, ребят, советую вам не заводить миллион будильников. Поставьте один, и убедитесь, что у вас есть функция, что если нажмешь отложить, то будильник позвонит еще раз через пять минут. Но все равно не ждите эти пять минут. Вставайте, ребят, вставайте. Знаю, больно, но вставайте. Сразу выпейте воды. Как бы банально это не звучало, но это основа, которую просто нельзя не упомянуть. Чтобы не забыть это сделать, можете оставить бутылочку прямо возле кровати, например. Главное, только не облейте все вокруг спрессонья. Вообще, кстати, еще, ребят, лайфхак. Можете подписать будильник. Как-то доброе утро, выпей стакан воды или не забудь про водный баланс. Да, возможно, это звучит как-то глупо, но если правда вода еще не вошла в вашу привычку, то таким способом вы можете закрепить это в своей рутине очень просто. Также утром обязательно нужно уделить внимание зубкам. Сейчас, кстати, к своему обычному уходу я еще добавила полоски для отбеливания зубов в домашних условиях от Райджел. Я много слышала об этом продукте и решила опробовать его самостоятельно. И уже после первого применения я заметила результат. Это безопасное отбеливание, полоски не содержат перекиси водорода или карбамида, и поэтому не травмируют эмали, подходят даже для самых чувствительных зубов. Также у продукта очень приятный запах и такой мятный вкус, это делает ваше дыхание более свежим. Полоски изготовлены в Великобритании, конечно же, соответствуют всем европейским стандартам безопасности и качества. Использовать их очень легко, и можно это делать абсолютно везде. Для одного применения вам необходимо две полоски, одна на верхние зубы и одна на нижние. Нужно всего лишь приложить полоску к поверхности зубов, и гель по действиям слюны начнет растворяться и удалять налет. Ничего смывать не нужно, так как через 15 минут гель растворится, и вы можете наслаждаться белыми зубками и свежим дыханием. Полный курс Райджел состоит из двух упаковок, по 28 полосок в каждой и длится 14 дней. Использовать полоски нужно два раза в день, утром и вечером. Кстати, как раз сейчас у Райджел проходит акция, на их официальном сайте вы можете приобрести три упаковки полосок по цене одной. А для тех, кто для начала хочет протестировать продукт, можно приобрести одну упаковку на Whiteberries или Ozone по супер промо цене. Количество товара по акции ограничено, так что торопитесь, все ссылочки я оставила в описании, правда рекомендую вам этот продукт. Также утром просто необходима какая-то хоть бы малейшая активность. Я не говорю вам бегать возле дома 30 минут или качать попу ноги пресс на протяжении часа, нет. Даже если вам лень делать утром полноценную зарядку или у вас катастрофически не хватает на это времени. Но хотя бы выполните эти банальные упражнения. Повороты головой в разные стороны, потому что шея та часть, которую необходимо размять утром. Масси руками в разные стороны, наклоны, чтобы чуток потянуть бока, спинку, животик. Круговые вращения ног и секунд 30 прыжков или бег на месте, чтобы дать организму понять, что активный день для вас уже начался. И правда, ваше тело в перспективе обязательно доблагодарит вас за это. Ну а чтобы взбодриться визуально и в особенности взбодрить лицо, нанесите на него крем, который перед этим стоял в холодильнике. Небольшой холодок 100% улучшит цвет лица. Также можете сделать такие хендмейд патчи из чайных пакетиков. В них классный аромат и они очень приятно ощущаются на лице. Я сделала их из ромашкового чая. Они приятно успокаивают лицо, но лучше, конечно, лежать на кровати во время их использования. Главное только в этом пункте не уснуть, постарайтесь. Также можно, например, разрезать ватный диск на две части, обмакнуть его в чае и также использовать. Такой способ нанесения намного удобнее, конечно же. Хотя вообще можно и навеки их положить. В общем, делайте так, как вам нравится. Можете использовать и обычные патчи, можете вообще упустить этот момент. Но мне, например, чайные патчи правда нравятся. Ребята, также обязательно не забывайте завтракать. Я вам уже, мне кажется, миллион раз говорила, как это важно. Но мне кажется, что это один из самых лучших приемов пищи. Когда он не в спешке, конечно, когда вы позаботились о том, что вам кушать. Кстати, можно с вечера приготовить, например, запеканку. Мама очень часто готовит на несколько дней. И это безумно вкусно. Я утром всегда так рада, что у меня есть что кушать. И это есть что кушать очень вкусное. Также вы можете варить себе утром кашку и, например, в этот момент собираться. Делать макияж или собирать сумку. Еще, кстати, хочу вам показать один очень интересный рецепт, который мне тоже безумно нравится на утро. Рецепт чия-пудинга, который тоже, кстати, можно сделать с вечера. И утром вам уже не стоит о нем беспокоиться. Чия-пудинг готовится очень просто. Вам нужно всего лишь несколько ложек йогурта. Да, абсолютно любого, неважно, простой он или с каким-то там наполнителем. Потом к йогурту нужно добавить пару ложек семян чия. Я всегда добавляю на глаз, кстати. И потом перемешиваю все это. Как подсластитель можно использовать мед или любое варенье. Я взяла смородиновые. И наверх красивую и безумно вкусную голубику. Кстати, голубика на украинском языке будет лохина. И ставим все это великолепие в холодильник на пару часов, а лучше и на ночь. И утром достаем, все перемешиваем и наслаждаемся. Это нереально вкусно, ребят, 100% советую приготовить. Также обязательно уделите себе буквально пару минут просто уединения с кофе, чаем утром. Это минуты, когда вы стоите возле окна, наслаждаетесь напитком, никуда не спешите. Да, знаю, звучит, конечно, безумно романтично. Но, правда, такой ритуал очень наполняет на весь день. Это как такая мини-медитация. Потому что медитация это не только о том, чтобы сидеть с крестким ноги с закрытыми глазами. Это о том, чтобы быть в моменте. Не тревожиться, отпустить от себя все мысли и просто наслаждаться жизнью. Даже если в 6 утра вам кажется, что наслаждаться нечем. Но попытайтесь, подумайте так, а потом так и будет в самом деле. Как говорится, мысли материализуются. Ребята, главное не делайте макияж в спешке. Потому что, мне кажется, все понимают, что когда времени нет, то ничего нормального не получится. Правда, если вы понимаете, что у вас осталось там буквально 2 минуты, лучше не краситься совершенно. Или придумать себе очень быстрый макияж, который состоит буквально из пару продуктов, которые за несколько минут сделают вам намного краше. В первую очередь, консилер это неотъемлемая часть моей жизни. И тут главный пунктик утром, то что наносите консилер, будто бы вот так вот направляя его вверх. И с другой стороны так же. И можете еще где-то на скулах вот так вот тоже нанести. У меня тут еще какие-то прыщики, не знаю почему. Хотя я съела две шоколадки недавно, чуть ли не в один день вместе, так что я знаю почему. И вот так вот мы все растушевываем, тоже направляя движение наверх. Это как бы такой мини-лифтинг эффект. Нужно добавить еще консилер немного темнее цвета, потому что этот сильно-сильно прям белый. Все, мы уже с вами скрыли круги под глазами. Теперь надо обязательно расчесать бровки. Это тоже этап, который, мне кажется, не стоит пропускать. Если у вас есть буквально 10 секунд на макияж, то лучше все-таки расчесать брови, чем попытаться за это время нанести и растушевать консилер. И дальше, мне кажется, очень важно вот такому вот бесформенному белому лицу добавить акценты с помощью буквально какой-то одной помадки. Мои помады остались в общежитии, и я нашла вот такой вот красный, такой вишневый, я бы даже сказала, блеск. И я хочу сделать такой мономакияж. Это когда наносишь на губы, на щечки и на веки один и тот же продукт одинакового цвета. Так что попробуем. Не знаю, получится ли это все распределить. И он очень яркий, кстати, но это наш акцент. Главное стараться распределять на губах и не выходить за их черты. Мне кажется, сейчас мои щечки будут очень яркими. Но это, кстати, и изюминка именно мономакияжа. Можно прям подниматься до висков, чтобы как бы все ваши щечки стали такими немного розоватыми. И также немножко этого продукта на веки. Тут, конечно, будет сложновато все растушевать, но попробуем. Очевидно, что для такого макияжа лучше выбирать какой-то блеск или помаду именно такого розового цвета, кораллового. Ну, конечно, какой-то там фиолетовый или бордовый. Не очень красиво будет сочетаться. Мне хочется еще немного розовинки. Ну, в общем, уже, как вы видите, цвет лица просто прекрасный. Очень круто именно расставлены акценты на глазах, на щеках и на губах. И, правда, вам больше ничего не надо. Если у вас есть буквально еще минутка, можно также накрасить реснички. Давайте это с вами сделаем. Это, кстати, мамина тушь. Моя осталась в общежитии. Макияж готов. Мне безумно нравится. Берите, правда, этот такой моно-макияж себе на соментку, потому что это сейчас очень популярно. И это реально очень легко. По крайней мере, вам не надо много с собой носить продукта. Вот этого все. Мне вот этого вот набора хватило. Напишите, кстати, в комментариях, как вам этот макияж, потому что мне очень нравится. Мне очень нравится цвет теней. Хотя это не тени, конечно, но, в общем. Если вы знаете, что утром будет слишком мало времени, то лучше помойте волосы с вечера. Хотя я уверена, что среди вас есть много тех, у которых тип волос жирный. Я с вами, ребята. Если помыть волосы вчера, то сегодня они уже опять будут казаться жирными. Так что я все-таки этап с мытьем чаще оставляю на утро. Но если они каким-то странным образом выглядят утром до сих пор хорошо, то я просто их расчесываю. Иногда делаю какие-то прически. Чаще все-таки оставляю все так, как есть. И еще чаще использую сухой шампунь, чтобы придать объема волосам. Кстати, правда, ребят, если у вас еще нет сухого шампуня, то я вам настоятельно рекомендую его приобрести. Потому что, ну, лично меня эта вещь просто спасает. Как бы вот видите, сейчас у меня появился объем, которого до этого не было. И, конечно, сухой шампунь вам не заменит обычное мытье волос. Но именно в экстренных случаях, либо просто немножечко добавить объема волосам, это именно то, что нужно. Так что такая вещь у меня с собой есть абсолютно всегда. Я вам тоже рекомендую. Рекомендую. Вообще, девочка, если у вас объем, правда, сам по себе, я так вам завидую. Ну, белой завистью, конечно, потому что это так круто. У меня такие приязанные волосы. Но именно эта вещь меня спасает. Если мы говорим об одежде, то лучше подготовьте ее еще с вечера. Я уже когда-то упоминала вам о том, что круто придумать для себя несколько вариантов образов. Можно их сфотографировать, даже и сделать ваш собственный мини-лукбук, например. Я, кстати, сама очень часто возвращаюсь к своему видео с образами, чтобы посмотреть, какие у меня вещи есть и что мне можно надеть сегодня. Так что это видео, это такой мини-лукбук и для вас, и для меня самой. Ну, в общем, ребят, я надеюсь, что вы узнали что-то новое в этом видео или просто хорошо провели время со мной. Делитесь вашими лайфхаками, которые помогают вам быть бодрым утром в комментариях. Думаю, каждый сможет подчеркнуть для себя что-то полезное в них. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, мне будет безумно приятно. Ну, а я вас, ребят, очень люблю, целую, обнимаю и всего самого наилучшего желаю. До новых встреч и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok